Отечественные стартапы заинтересовали инвесторов Сингапура. В одной из самых быстро развивающихся стран Азии презентовали инновационные проекты. Среди них четыре казахстанских. Какие идеи представили наши соотечественники, смотрите в следующем сюжете. В прошлом месяце основатель сингапурского акселератора Хью Мэйсон посетил Астану и отобрал четыре казахстанских проекта для участия в презентации перед ведущими венчурными фондами Азии. Один из этих стартапов — электронный кошелек, с помощью которого можно оплачивать более 500 видов услуг и сервисов. Другой проект способен объединить людей с общими интересами. Разработчики представили платформу, благодаря которой единомышленники могут заниматься рукоделием, изучать историю или философию, играть на музыкальных инструментах и многое другое. Следующий проект не менее интересен. Это уникальная система видеоанализа. Ее создатели Макжан Карянбай и Бейбут Амиргалиев считают, что камера может не только обеспечивать видеонаблюдение, но и как робот анализировать информацию. Камеры у нас не простые, а умные. Они предназначены не только для бизнеса, но и для дома. Можно, к примеру, включить камеру. Если в ваше отсутствие дома что-нибудь случится, то на ваш телефон придет сообщение. А если установить такую камеру в магазине, то она сможет проанализировать, сколько человек в нем находится, сколько каждый из них сделал покупок. Еще один казахстанский стартап, представленный инвестором, — это приложение, которое позволит экономить расходы на звонки в колл-центры. Использоваться при этом будет интернет. Приложение содержит контакты банков, служб доставки, такси и многое другое. Авторы стартапов пройдут месячную стажировку в Сингапуре. Эта страна может открыть для них большие перспективы, ведь здесь действуют более ста технопарков и бизнес-акселераторов. Цель сегодняшнего мероприятия в том, чтобы показать казахстанским стартапам новые возможности в Азии, в Юго-Восточной Азии. Если посмотреть на рынок Казахстана, то он с точки зрения населения достаточно небольшой, всего 16 миллионов. Если посмотреть на Юго-Восточную Азию, то даже если не брать такие крупные рынки, как Индию и Китай, то это более 600 миллионов человек. То есть это очень емкий рынок, на которых, как мы считаем, казахстанские стартапы имеют все шансы успешно закрепиться. После казахстанские разработчики намерены предложить свои проекты и в таких странах, как Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индонезия. Мадина Алданова, Айнур Берты Байшарунизам Сапи, Сингапур.